Друзья, мы сегодня разбираем Минуэт и Оганна Себастьяна Баха. Так, начнем с того, что у меня редакция, то есть у меня не уртекст, поэтому здесь уже будут выставлены легата, какие-то пометочки, динамика. Конечно, сейчас очень модно играть по уртексту, но я бы не рекомендовала вам начинать с уртекста, если вы в должной степени не знаете культуры. Что такое уртекст? Это оригинал произведения, то есть, когда я писала Бах, у него там просто стоят ноты, без всех пометок. Я взяла ноты с пометками. Вот, поэтому сейчас я вам сыграю ее от начала до конца, расскажу, какая форма, и потом уже будем разбираться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чуть бы не упали ноты. Ой, это такая, конечно же, проблема. Всегда играешь и молишься только, чтобы не упали ноты. Ну ладно, значит так, о чем мы с вами будем говорить? Я играла две части, и каждую часть я повторяла два раза. На это у нас указывает реприза, знак репризы на третьей строчке, о том, что мы доиграли до этой репризы, и еще раз должны повторить с самого начала. Значит так, с чего мы разбираемся? Я думаю, что вы уже довольно-таки продвинутые, поэтому не будем разбирать каждой рукой отдельно, а уже будем смотреть более тонкие и высшие материи. При ключе у нас стоит си бемоль и ми бемоль. Это означает, что любая нота си и ми автоматически становится бемолем. Три четверти. Раз, два, три. Итак, очень предельное внимание я бы уделила именно фразам и лигам, которые проставлены в нотах. То есть что такое лига? Она слиговывает или объединяет все ноты. То есть если бы не было в начале лиги, мы бы играли так. А так у нас линка, она показывает. Си, ля, соль, ля, ре. И вот на ля у нас еще и ты нота. То есть такая вот палочка сверху, это обозначение, ну не то чтобы акцента, а такого подчеркивания. Давайте попробуем. Вторую часть я сыграю медленно и буду пояснять некоторые моменты. Кстати, касательно украшений. Вот на второй строчке мы видим на ноте ля. Вот она играется медленно так. С ля, си, ля. А когда перечеркнутый, то мы играем вниз. Вот так. Такой интересный момент. Музыка 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 Вот мы сыграли с вами первую часть. Ее можно повторить. Ставьте на паузу. Можете посмотреть один на правую руку, один на левую. А мы идем с вами дальше. Пиано стоит. Еще хотелось бы обратить внимание о том, что у баха всегда на первом плане стоит полифония. И здесь каждый голос, то есть правая рука. Своя мелодия. И в левой руке, послушайте. То есть, так, сейчас еще раз сыграю. Музыка Я сыграла очень быстро, но для того, чтобы было... Было более понятно, что я расчихалась сегодня. Более понятно о том, что мы левую руку тоже должны вести. Если в песнях, допустим... Понятно, что левая рука – это аккомпанемент, а правая – это мелодия, то тут мы должны две руки вести и делать прям фразу. Можно даже просто левую сыграть отдельно и послушать, какая же она красивая. Так, смотрим дальше. Музыка Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Но смотрите, здесь есть такие моменты, когда в левой руке легато, а в правой руке нет легато Допустим, где это место? Это третья строчка Вот обратите внимание Вот мы играем Я утрированно показала Но вы должны видеть, что правая рука Соль, Ля, Си подчеркнута А левая рука Соль, Фа, Соль, Ми Вот, то есть я уже вам рассказываю такие маленькие тонкости, которые будут замечать только профессионал Итак, как бы я вам советовала учить это произведение Учьте его сначала медленно То есть делайте, чтобы это был такой вот маленький котенок, равномерный И потом, вы представьте, как маленький котенок растет пропорционально Так вы и пропорционально наращиваете темп То есть если у вас, к примеру, первая строчка, получается хорошо, вы ее играете быстро А все остальное медленно Представьте, что у вашего котенка маленькая головка А передняя правая лапа огромная Ну, не бывает же такого, правда? Поэтому старайтесь, чтобы все ноты были пропорциональны И все было в одном-одном темпе Так, если вы хотите научиться читать ноты и понимать их просто Легко, как вы, допустим, читаете любую книгу, любой текст на своем родном языке Записывайтесь ко мне на уроки онлайн фортепиано Будем с вами разбирать ноты и учиться читать с листа любые абсолютно произведения Встретимся с вами в Инстаграм И еще у меня есть телеграм-канал с нотами Куда я и выкладываю свои аранжировки и обработки Поэтому, до встречи!